Мир вам, братья и сестры. Память Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских сегодня. Афанасия назвали еще при жизни, кажется, 13-й апостол. Это был человек совершенно выдающийся, один из первых епископов, у которых был канонизирован, не будучи замоченным, умерший своей смертью. Хотя ему приходилось десятилетиями скрываться от врагов, его многократно хотели убить, Ариане, за исповедание православной веры. Это он ввел, благодаря его трудам, на Первом соборе вселенском, в Сане Дьякона, он там был с патриархом Александром, значит, термин, единосущный термин, касающийся Иисуса Христа, единственный термин в символе веры, который не взят из Писания, который объясняет нам, кто такой Христос. Что значит? Свет от света, Бог истина, от Бога истина. И Афанасий, вернее, и Кирилл. Афанасий и Кирилл, патриарх Александрийский. А еще, значит, родители Сергия Радонежского сегодня напоминаются. Кирилл и Мария. Да, кажется, да? Так. Вот. В Ходьково монастырь женский, и там их мощи лежат. Они еще при жизни, при своей преподобной Сергии просил всех идущих к нему зайти сначала в Ходьково, помолиться у гроба его родителей за них, а потом приходить к нему. Так что потом они были церковью канонизированы. Так что почитание этих людей может сделать нас как-то милыми в глазах великого Сергия, который является духовным отцом русского народа. Ну ладно, это так, это в виде преамбулы. Ну, а вопросов довольно уже много. Их не так много, но они такие пространные, там есть такие вопросы. Я просмотрел только что. Вот пишет, значит, женщина Елена. Интересно, а Господь Иисус Христос что-то писал? Почему Он не записывал проповеди, чтобы они остались на века? А предпочел, чтобы апостолы написали Евангелие? Как вы думаете? Да, Господь Иисус Христос – это деятель устного жанра. То есть Он говорит, не пишет. И апостолы, кстати говоря, главным образом деятели речевые, а не письменные. Апостолов-то много, да? А из них только четыре написали, взяли в руки там письменные принадлежности, расстелили перед собой пергаментом и начали записывать. Остальные все говорили. Это характерная черта вот этой библейской истины. Во-первых, христианство родилось как религия эсхатологичная. То есть ожидание второго пришествия и конца света сотня на день приводило к тому, что христиане не загадывали на столетие вперед. У них в сознании была очень короткая историческая перспектива. Они считали, что вот еще и еще и Господь сейчас придет. И там в Евангелии есть, там, да пройдет мир сей, да придет мир сей. То есть гряди Господи Иисусе, там, Маранафа и так далее. И в силу этого они не трудились составлять библиотеки, там, и запасаться какими-то долговечными, там, какими-то интеллектуальными богатствами. Восемь лет спустя, после воскресения Христова, возникла Первая Евангелие. То есть, в принципе, распространение церкви, рождение ее, это вытекание этого вина благовонного из чаши, как бы, иерусалимской, как бы, по миру, оно было только устным. Петр не написал Евангелие, послания у него есть два. Там, Фома, Филипп, Варфоломей, Андрей, не писали ничего. Только Матфей и Иоанн из 12, и Марк, Лука из 70. А остальные 68 из 70, Яков, брат Господень, там, другие, не писали ничего. Поэтому нам нужно, так сказать, понять, что главный образ и способ распространения веры, главный способ благовествования – это живое устное слово. Один читает, все слушают, как бы так, ну, согласно Откровению, блаженчитающие и слушающие слова пророчества книги сей. То есть, один читает, все слушают. Один говорит, все назидаются. Потому что это устное больше. Христианство, вообще-то, такая религия памяти, религия сердца, религия устной проповеди, религия благовестия. Больше, нежели книжничество. Когда на Иисуса смотрели, говорили, что у него какая-то есть такая власть, больше, чем у книжников и фарисеев. Он с властью что делает такое, вот не так, как они. Они вот там, а где написано, а как сказано там, вот что-то. Вот, и мы сейчас тоже так уже делаем, да, такое уже потихонечку. Вот, уже давно так делают христиане. Но Христос – это сила, Он же, Он сам слово. Понимаете? Почему Он не пишет ничего? Потому что Он сам слово. Все, что Он делает, это вот, это живая книга. То есть Христос – слово Божие. И это слово Божие. Но это книга, а Он – личность. Он – Сын Божий, воплотившийся от Девы. Он – живая Тора. То есть Он в себе самом носит все написанное и исполняет его. Поэтому Он ничего не пишет. Благовествует и апостол Иоанн Богослов, который писал, и Откровения записал, и Евангелие написал, он говорит, много хочу говорить к вам, но не хочу чернилом по бумаге, а хочу устами к устам. То есть можно, конечно, и чернилом по бумаге, но это меньшее достоинство, меньшее достоинство и меньшее сила в этом, нежели устами к устам, лицом к лицу, от сердца к сердцу. То есть главный способ передачи Евангелия – это личное участие человека и, так сказать, возжигание свечи от свечи. Даже вот когда мы сейчас имеем много литературы различной, то мое личное мнение такое, что литературу нужно давать уже верующему человеку. И тогда, когда он уже верует, там уже какая-то лампада веры зажглась, он уже согревается именем Божиим, и уже в нем совесть начинает какую-то свою работу, он начинает уже хочет молиться, хочет узнавать. Вот тогда ему как раз надо книжку дать по истории церкви, по литургике, из житий святых, что-то из блаженных поучений старцев, великих отцов. И это все уже в него заходит. А неверующему книжку даешь, он говорит, да зачем мне ваши книжки, мне это не надо. То есть книжка идет в проповеди как сопутствующий товар, как некая помощь уже там, где слово сказано. А как люди веруют вообще? Как они к вере приходят? Как правило, большинство людей приходят к вере человек от человека. То есть мы пришли к вере, если так отмотать это все и попытаться понять вообще, а как вообще механизм прихода к вере. Как правило, это именно люди от людей научаются. А потом уже книжки приходят к ним в помощь. Например, я там, даст Бог, например, там священник, любой может. Вот я, там, пришел какой-то человек к всеми вопросами, сомневающийся, ищущий. И я там думаю, ладно, потрачу я на него там сегодняшний день. И с ним мы там весь день там что-то там пытаемся, говорим, говорю. И если эти слова твои Господь благословит, помазание какое-то будет на словах твоих, а в нем будет раскрытое сердце, твое слово зайдет в него, и он прямо при тебе загорится, прямо в нем глаза загорятся, и слезы потекут. Он говорит, да, я понял, я чувствую, да, да, Иисус Христос мой Господь, да, я исповедую, да, я грешник, я верю в Него, да, и так далее. Я все, я понял, мне нужно то. И ты, как бы, значит, сделал самое главное. А потом уже можно книжки ему разные давать уже. Вот теперь почитай вот это, теперь выучи вот это, и так далее. Так что главным образом распространение веры происходит через личное свидетельство. Так Иисус Христос говорит, вы мне свидетели. То есть вы должны идти и говорить, я знаю, я видел. То есть он умер за наши грехи, я видел это. Его похоронили, он воскрес, я видел его. То есть это свидетели. В чем апостольская проповедь? Я видел, я знаю. Не там я прочитал, а я понял, это уже потом для других всех. А главным образом ценность апостольства, она именно в том, что они свидетели, очевидцы. Вот слово «видеть» и слово «свидетель» и слово «очевидец». Вот. И он как раз их посылает, как свидетели. Вот я с вами во все дни, значит, идите. Так что какие там книжки уже? Книжки потом уже, для других, для последующих племен и родов. Поскольку времена замедлились, и Господу Богу было угодно еще продлить эту историю, для того, чтобы узнали имя Христова на островах и на других континентах, и чтобы эта длинная, вся эта сложнейшая машинерия христианской истории, она была запущена, и она и сейчас продолжается. Вот. Еще не закончилось все это. Еще книга пишется, продолжает писаться книга истории. Вот. Но мы ждем второго пришествия сейчас уже, и теперь уже мы книжками обложились, уже пытаемся книжной мудрости набраться. Но я думаю, что вы поняли меня, да? Почему Христос не писал? Потому что он сам книга. Он сам и есть книга. Что ему еще писать? А ученики его – это свидетели. И они тоже не главным образом писатели. Это из них, из 12 плюс 70, из 82, из них только 4 человека брались за перо. Ну, Павел еще. Но Павел не среди учеников был, он потом присоединился. Так что письменные труды в христианстве – это вторичный, священный, вторичный, побочный продукт. А главное в христианстве – это личное свидетельство о Христе воскресшем и о благодати спасения. Так сохраняется и до сегодняшнего дня. Вот такой необычный вопрос, такой, ну, непривычный, только не очень стандартный, да? Обычно бывает наоборот. Раб Божий Виктор говорит, что вот развод, у него вопрос развода там поднимается. До жены у него не доходит, что пить, курить и материться – это плохо. Я говорю ей, занимайся этим без меня, в гости, дискотеки, хотя это нечасто. Она говорит, нет, ты будешь со мной, ты мой муж, ты обязан. А ломать и менять себя, говорит, я не буду. Если нет, то развод, я устал. Все одно и то же кучу лет. Дайте, говорит, совет. Чувствую себя предателем. Ну, почему не стандартная ситуация, потому что обычно это все наоборот. Когда женщины там рвут на себя, значит, химическую завивку и кричат о том, что там муж пьет, курит и матерится, ему уже это все достало, как бы, значит, дом табаком пропах, там, значит, мать-перемать, там, в воздухе висит пьяный, там, денег домой не приносит, там, дети нервные, жена злая. А здесь, видите, феминизм, вот слава феминизму, значит, освободили женщину, расковали женщину Востока, сняли с нее паранжу. Она теперь, как бы, у нее выросли сразу рожки-доножки. Мужик жалуется, что жена его любит пить, курить и материться. Он говорит, перестань, а она говорит, не буду. Слышали вообще такое? Вообще такое слышали такое? Ванми небо и возглаголю, то есть слушай небо и дрожи, земля, слушай глаголы уст моих, то есть мир сошел с ума. Вообще такой проблемы, по-моему, не бывало никогда в таком виде, в таком заостренном виде. Но если бы вы жили в времена домостроя, там было бы все понятно, вы даже этих писем не писали. Не хочешь себя ломать? Я тебе помогу. Ну, как бы было бы так. Она должна себя поломать, ваша прокуренная спутница жизни, должна себя поломать. Вот передайте ей, найдете потом запись, как бы, вот этой нашей передачи, значит. Если ваша прокуренная красавица, значит, себя ломать не хочет, а хочет эти гульки-шмульки, значит, такой дискотеки, там, венцо-певцо, там, тратата, и еще там матом пошептаться с кем-то. Значит, ее ждет очень неприятная жизнь. Одинокая, корявая, бессмысленная. И каждый день зеркало будет, ты напоминаешь, что время уходит, а ты все глупее и глупее становишься. Вам ее бросать не нужно, потому что она погибшая овча. Она погибает. Но вам нужно быть с ней пожестче. Чего вы ее уговариваете? Что, она маленькая, что ли? Ну, как-то вообще, то есть, я, я, здесь речь не о рукоприкладстве, нет. Это у нас вот сейчас эти фурии слетятся, правозащитницы. Нет, нет, мы не за рукоприкладство, ни в коем случае. Ну, можно рябнуть так на нее, чтобы она, это самое, пошла умылась. Короче, надо дать ей понять, что она не права. Что это такое? Превратила себя как бы в пьяную пепельницу. Еще и матом ругается. А муж ей говорит, нельзя, она говорит, не хочу себя ломать. Придется сломать себя, девочка моя. Придется. Если нет, то ваша жизнь будет очень печальная и очень скоро. Муж не должен вас бросать, и вы не должны, да, но... А вдруг у вас терпение лопнет с этой фокусницей жить? Кто вас тогда удержит? Никто. Вдруг вы скажете, да иди ты, хлопнет дверью, и уйдете. И она покурит один день, попьет второй день, там, помотюкается третий день, а потом заводит волком, как бы начнет с ума сходить. Вообще, одинокая женщина – это очень несчастный человек, которая разбила свое счастье сама собственными руками, вот, и хочет вести какой-то образ жизни, какой-то такой, это самое, соньки облигаций какой-то из известного кино. Надо, чтобы женщина была женщиной, а не этой, там, девушка в плаще и в синяках. Вы не видели таких, да, такие персонажи? Девушек в плаще и в синяках. Такие ходят такие, неизвестного возраста. Это самое страшное зрелище, по-моему, в мире. Такие бабы, сами себя допустивши до какого-то полудемонического состояния, опущенного, уже не поднимаются вообще, их поднять невозможно. Короче, мне очень жаль вас, уважаемые. Как-то так получилось у вас странно это всю жизнь. Бывает же такое. В общем, помогите ей поломать себя. Вы, как муж, помогите ей употребить волевые усилия и стать лучше. Иначе не благоволит к ней душа моя. Большего посоветовать не могу. Простите. Длинный вопрос довольно, значит, я так пропуская какие-то там выражения, прочитаю. Дмитрий пишет, да. В интернете, в проповеди одного известного, весьма эрудированного православного протеерея из Петербурга, имени называется, из моральных причин, он говорил, значит, что, возможно, Бог создал Вселенную с помощью большого взрыва. А также допустил, что, возможно, и вправду люди действительно иллюционировали от обезьян. Ну и вот человек собирается читать Ветхий Завет, но вычитал неоднократно, и просит разъяснить, как относиться вот к этим всем, к таким вещам сложным, таким таинственным. Вот Шестоднев, творение Адама и Евы, дальнейшее потомство. Метафора это, миф ли это, или действительно это все имело место. Как относиться к этому, и как читать Ветхий Завет, говорит, как к нём ориентироваться. Вопрос не праздный, вопрос очень серьёзный. Милосердный Бог, источник смысла и разума, и радости, да поможет нам сказать нужное и не сказать лишнего. Видите, накопленный массив знаний в новое и новейшее и современное время вошёл в противоречие с буквальным прочтением библейских текстов. Ну, с тем, как их читали привычно в течение долгих столетий. Вошёл в противоречие, потому что там вот эта сложность Вселенной, в которую проник человек, она раздавила человека. Она лишила его простоты и внушила ему какую-то иллюзию всезнайства, что ли такое. Ему теперь эти простые библейские тексты очень трудно сочетать как бы с этой сложной моделью, с этими квантовыми мирами, с этими параллаксами, этими чёрными дырами, всеми миллиардами лет, которыми так легко вращает наука. Поэтому перед многими людьми стоит дилемма такая, или проблема, не дилемма, нет, проблема. Как сочетать библейское повествование, которое есть истина, с этими сложными открытиями науки, которые на нас свалились. Это ложная проблема, потому что в науке нет ничего, на что можно было твёрдо опереться. Это постоянно разворачивающийся процесс. У неё никогда нет окончательного слова. Она сама не знает, что будет завтра, наука. Тогда как твёрдое основание Божие стоит на камне, чтобы познал Господь своих. И тут всё правда. Поэтому, по-моему, совершенно без толку мучить себя вопросами техническими, то есть как именно происходило творение мира. Поскольку мы не были очевидцами этого события и не будем, то мы никак своим ограниченным умом такую грандиозную вещь представить себе не можем. Мы, правда, можем, например, наблюдать за зародышем, допустим, в очреве матери. Современные эти все средства, они позволяют нам это чудо наблюдать. Вот здесь мы можем удивляться, плакать от умиления. Боже, как же это красиво, сложно и великолепно. А вот мир Бог создал, мы этого не увидим. Нам сообщили, этого с нас хватит. И нам не нужно мучить свои, так сказать, мозговые извилины вопросом, каким образом это было, вот как это. Вообще вопрос «как» он здесь не подходит. Этот вопрос, он в христианство, например, заползает, потом, например, вот западная религиозная мысль мучилась вопросом, «как хлеб может быть телом Христовым?» «Как»? Вот этот вопрос «как». Отцы на Востоке говорили, не спрашивай «как». Довольна с тебя, что Духом Святым. То есть хлеб, принесенный на Евхаристию, принесенный Богу в жертву духовную, воспоминание Господа Иисуса Христа, к которым призывается утешитель и так далее, это тело Христово. И чаша есть при общении крови Христовой. И не спрашивай «как». А западная мысль более досужая, так и менее целомудренная, кстати говоря, она стремится залезть в механизм, а как это происходит. А это не надо знать. Бог ведь не всё открывает человеку. Есть вещи совершенно закрытые, куда нельзя проникнуть, никуда ангелы проникнуть не могут. Поэтому вот это научное любопытство или благие порывы соединения, примирения научного знания с библейским откровением, это вообще пустое занятие. Нужно, например, прислушаться к великим физикам. Вот такой был Нильс Бор, творец корпускулярно-волновой теории. Он совершенно несомненно верил в Господа Бога и в шесть дней творения там все эти вещи, при том, что он там проник в тайны мира глубже всех других этих всяких физиков. У него висела такой интересный случай, рассказывали, у него висела подкова на стене. К нему пришёл какой-то товарищ, говорит, слушай, зачем тебе подкова висит? Это же чепуха, это же какой-то предрассудок. Ты же физик, ты такой умный, там то-то-то. Он говорит, ну да. Говорит, а что, в это веришь? Он говорит, нет, я не верю. Я же физик, я же такой умный. Как я могу в это верить? Зачем у тебя висит подкова? Она висит потому, что она объективно работает, независимо от того, веришь ты или не веришь. Он пошутил, конечно, но вот это всё как бы объективно, Библия права. А если я этого не понимаю, то ничего страшного. Мой ограниченный ум и не обязан понимать вещи, которые превосходят способности моего ума. Вот и всё. Вот для меня это совершенно и всё. Теперь смотрите, интересная вещь. С какой книги начинали читать Библию евреи, у которых она была у первых? Вот они первые взяли её в руки, ту половину без Нового Завета. Начинали ли они читать её с книги Бытия? Вот отсюда. Берешит бара елохим гашамай вад га арестом. Вначале «Стверил Бог небо и землю». Они отсюда начинали читать? Нет. Пятикнижие Моисеева в еврейском народе издревле принято читать с книги Левит. Вы будете удивлены, но это так. С книги Левит. А книга Левит – это совершенно сложная для понимания книга, потому что там описывается жертвоприношение. Жертва за грех, жертва мирная, жертва такая, жертва сякая. Как там вала заколоть, как там птице голову открутить. Вы вообще будете в недоумении, зачем это всё нужно вообще, что это такое. Но они с неё начинают. А когда же читают книгу Бытия? Не раньше 30 лет. То есть начинают читать в три года. В 12 лет они вступают в завет уже такой сознательный, начинают уже читать постоянно, изучать там псалмы, притчи, там пророков. И вот к 30 годам они только начинают читать Бытие. Потому что для того, чтобы читать Бытие, нужно иметь очищенный ум. И это слишком твёрдая пища для детского ума. Поэтому не начинайте читать Библию с Бытия. Первые две главы Бытия можете, так сказать, оставить себе на потом. Начинайте читать Библию с Псалтири, с Иова, с Исаии, с притчей Соломоновых. Вообще самое лёгкое чтение, кажущее для себя лёгким. Притча Соломоновая, премудрость Иисуса Сына Сирахова. Вот с этих вещей начинаете читать Библию. А вот такие, например, вещи, как «Песнь песней», «Пророк Езекииль» и первые главы Бытия, читаются только по достижению духовной зрелости. И вообще, я думаю, вообще, значит, здесь вот это первые главы книги Бытия, это ведь не Ветхий Завет в точном смысле слова. Потому что Ветхий — это то, что устарело. Вот этот рассказ библейского повествователя Моисея о сотворении мира и человека в мире — это не Ветхий Завет, это Вечный Завет. Он не потеряет своей актуальности до самого страшного суда, до окончания времени, до вхождения спасённых в небесный Иерусалим. Не потеряет актуальности. Поэтому это не Ветхое. Вот книга Левит в каком-то смысле — это Ветхий Завет, да. Потому что это вообще больше не приносится. Это и у евреев этого нет, либо храма нет. А вот там уже второзаконие, числа, исход. Но это тоже не совсем Ветхий Завет, там про Христа всё. Там пророчество о Христе. Вот исход, например, можно читать. С исхода можно начинать чтение Библии. Так что это не Ветхий Завет, это Вечный Завет. Он требует некой подготовки для того, чтобы войти во святилище этих божественных мыслей. Что ещё вам скажу? Что вот евреи, вот эти самые евреи благословенные, израиль, евреи, евреи, кругом одни евреи, значит, они нам очень нужны. Зачем, вы спросите? А затем. Что они же не истребимые, не исчезающие никуда. Когда говорят, а почему чудес нет? Ну как же нет? А вот евреи. А что евреи? Они до сих пор есть. Вот итальянцы, например, и римляне, это совершенно два разных явления. Римляне при Юлии и Цезаре, итальянцы при Берлусконе. Это совершенно два разных типа людей. А евреи, допустим, при Моисее, или евреи при Самуиле, или евреи при Языкии, или евреи при Иисусе Христе, или евреи сегодняшних. Да одни и те же евреи. Они нерастворимы. То есть мир их не растворяет. Они не растворяются. Они сохраняются. Вот русские, например, со времён, скажем, князя Владимира или современного Нагрозного, особенно в последние столетия, благодаря Советизму, они сильно изменились. И уже, наверное, мы бы не узнали в русском русского, а он бы в нас русского не узнал, если бы мы повстречались с человеком XVII-XVIII века. А евреи – это те же самые евреи. Это чудо, на самом деле. Так вот, они на голубом глазу, совершенно на полном серьёзе считают, что от сотворения мира прошло 6 тысяч лет, скоро будет 7. Или, вернее, 7 тысяч лет. Простите, я здесь могу сбиться в точных цифрах. Это тоже нетрудно проверить. Это всё, в общем-то, дневниковые данные. Зайти там, какой там сегодня год по еврейскому календарю, и там вам покажут. Они вообще имели в виду всю эту археологию с геологией, эти миллиарды, триллиарды, секстильярды, как бы это до лампочки. У них от сотворения мира пошло вот столько-то тысяч лет, и не больше. И сотворил Бог мир в 6 дней. И не в 7, и не в 2, и не в 8 миллионов лет. И они в это верят, они задержатся. При том всём, что количество физиков, астрофизиков, биофизиков, биохимиков среди евреев, ну, учёный мир, состоит из них там на добрую треть или четверть. Это не мешает им держаться за священные слова Библии, зная, что именно в них, при всей их простоте, иногда даже наивности какой-то кажущейся, при всей этой такой, значит, вот, ну, как мифологическое повествование такое, да, может кому-то показаться. На самом деле это и есть истина, да. А если наука в чём-то не согласна, то это проблема науки, это не проблема Библии. Ну, как вот вы можете верить в то, что там кит проглотил человека, и человек три дня был в очереве кита? Вы спросили Филарета Московского. Он говорит, да если бы в Библии было написано, что человек кита проглотил, и кит был в очереве человечем три дня, я бы и в это верил тоже. Это истина, а не это. Вот с этим, вот пусть они и переживают, а не мы. И с обезьянами теми же. Ну, отец Александр Мень, покойный, Царство Небесное, вот он как бы тревожился на эту тему, там, тоже он считал, что вот вполне возможно, Господь Бог создал там какую-то там Бибизиану, а потом из Бибизианы там, может, там развивалось такое. Слушайте, зачем вы мучите себе голову? Тем, чем мучить её не надо. Имейте чистую совесть и веру Божию. Познавайте Бога в молитве. Познавайте правду живых слов, правду живых слов, священных текстов. У вас не будет никакого внутреннего барьера и противоречия. В библейском повествовании и в евангельском повествовании они же зеркально отображают друг друга. Если ты усомнишься в Ветхом Завете, ты поколебаешься в новом. Если ты не поймёшь нового, ты, значит, ветхие отбросишь. Они нужны друг другу, как солнце и луна меняют друг друга на небосводе. Поэтому не надо засорять себе голову задачами сверхсложными, которые не по силам, не по сеньке шапка. Соединить там, как бы, откровения современной науки со всеми их теоретическими выкладками. Какие-то басни про динозавров, или там... С динозаврами тоже не всё ясно, про них в Библии тоже довольно много написано. Вот. И про какие-то там великанов, рифаимов там всякие. Там есть и некоторые вещи там, что Господь предаёт совершенному забвению, кстати говоря. То есть целые геологические эпохи могут быть преданы просто забвению. Говорят, Господи, ты стёр напрочь память о них, там Исаия пишет. Поэтому моё сердце вообще не дёргается от этого. Потому что я вижу этих учёных, смотрю им в глаза, слушаю, что они там рассказывают с умным видом. Потом я понимаю, что с ними будет. Что с нами вообще с всеми будет? Что у нас как бы... Что мы пляшем на краю могилы, не замечая этого. А потом я смотрю на Серафима Саровского, и понимаю, кто прав. Какой-то академик, российская академия наук или преподобный старец из Саровского леса. Я понимаю, что прав старец из Саровского леса, который ни её-то не сомневался во всём этом. А эти все водители тени на плетени, они весьма успешны в тактических вещах. Например, самолётик сделать, чтобы он летал и не падал. Спасибо за это, это хорошо. А вот построить модель Вселенной и объяснить, как это и почему это, это не дело мозгов человеческих. В этом смысле любая космогоническая, теогоническая теория какого-нибудь язычника, какого-то шумеро-акадской какой-нибудь цивилизации, или какой-нибудь там Микено-Критской, оно гораздо ближе к истине, чем современное это басурманство научное, холодное научное басурманство. И греки, и евреи, вся древность, вся античность, и вавилоняне, они были в космогонии, и вот в чувстве Вселенной, и египтяне, безусловно, они были гораздо ближе к правде Божией, нежели современная басурманская наука, которая пыжится создать научную модель Вселенной. Да, ставьте вы, с собой разберитесь сначала. Поймите, откуда вы и куда идете. Так что читайте, я вам сказал, уважаемый Дмитрий, с чего читать это все. А как бы, ну, наш брат поп, как бы у него, как только чуть-чуть больше образования будет, так он сразу захочет позаигрывать, так поперемигиваться, значит, там с философией, с политологией, там с современной наукой, с астрономией, с геологией, дескать, а мы тоже не лыком шиты, мы, мол, знаем. И начинаю там фантазировать, как бы, значит, так, дескать. А это совершенно бесполезное занятие. Пустое, душе ничего не дающее, вносящее смуту в голову и разрушающее правильную модель Вселенной, которая есть у нас в голове благодаря вот этой святой книге. Так что исследуйте Писания. И в них главное – это личность Иисуса Христа, который вообще не дал нам возможности сомневаться в правдивости библейского повествования, потому что он сам говорит, сотворивший мужчину и женщину, значит, вначале сотворивший человека, мужчину и женщину, вначале сотворил их. То есть он совершенно, как бы, прямо цитирует, подтверждает все библейское повествование. Господь наш, воскресший из мертвых, Иисус Христос, Ему слава и держава. На Нем мы стоим. Мы стоим на Нем, а не на каких-нибудь докладах, произнесенных в астрономическом обществе. Вот. Так что на евреев смотрите, вот в этом вопросе. И если они спокойны в этом отношении, и вы будете спокойны. Вот я себе, для меня это очень просто очевиднейшая вещь. Тут надо верить, как они. Потому что здесь они правы. Так. Кесарю Кесарева пишет. Да, ну да, Кесарю Кесарева. А если прикажут убить всех младенцев? А если Кесарев объявит безбожие, станет преследовать верующих? Где грань, когда надо смиренно отдавать Кесареву, а когда начинать сопротивление во имя спасения душ? Может быть, я неправильно понимаю смысл этой фразы. Поясните, пожалуйста, что не так? Спасибо, Максим. Ну, вы, конечно, Максим, правильно понимаете все, но несколько гиперболизируете это все, усиливаете до бесконечности. А вот если там, значит, Кесарь там прикажет убивать младенцев, там вообще, где говорится про Кесарю Кесарева, там про деньги говорится в основном. Там дайте медсату, там эту злотницу, там чей образ надписание, там про денежку говорится. Нужно подать, платить или не надо? Потому что именно в контексте истории еврейского народа, например, зелоты, так называемые ревнители, они говорили, никаких подать язычникам. Никаких. Как это мы деньги будем дать язычникам? Подать только на храм. А царь только Яхвы. И больше никто. Какой там Кесар еще царь? Нет такого царя у нас. У нас царь, вот, живущий на небесах, это наш царь. А подать наши только на храм. Они за это готовы зарезать любого, кто не согласен с ними. Поэтому они спросили, Кесарю давать денежку или не давать? Он про деньги, про налоги говорил. И Господь говорит, да давайте вы Кесарь. Там же Кесарь нарисован, Кесарю давайте. А вы сразу, понимаешь, там всех поубивать, что-то там такое. Ну да, бывают Кесарь, ну типа там был у нас такой Кесарь Ленин, который земля не принимает до сегодняшнего дня. Ну вот, потом был Кесарь, кто там, Сталин, вот, который там давал разные басурманские приказания. Ну и неверующие делали, верующие не делали, там, или пытались уклониться, спрятаться, скрыться от власти. Там в злые времена нельзя лезть на высокие должности. Если страна безбожна и власть безбожна, то когда ты лезешь наверх и хочешь сделать себе карьерный рост, ты неизбежно попадаешь под пресс безбожных приказов, безбожных повелений. И ты как бы, а как мне поступать? А я замминистра, например, там, в какой-то отрасли, а мой министр, например, там, хочет вот это сделать. И это будет вообще полный швах, там, или для, там, лесного хозяйства, или для водного, там, или для пенсионного, допустим. А я уже его помощник. Миша, с работы увольняться, я не хочу эти безбожные приказы исполнять. Вот ты будешь стать перед дилеммой. Либо исполняй, будешь вместе с ним безбожником отвечать за это все будешь, либо уходи. Поэтому в безбожные времена лезть наверх очень опасно. Лезть наверх нужно, когда все хорошо, более-менее. Когда у людей совесть есть, когда у людей закон Божий в голове есть. А так ты будешь перед дилеммой. Поэтому в злые безбожные времена все совестливые люди старались работать лифтерами, дворниками, слесарами, плотниками, там, водопроводчиками, там, значит, где-то пониже. И чтобы тебя в партию не заставляли вступать. Чтобы ты там, как-то он заныкался, как бы так и жился спокойно. И чтобы не делил ответственность за все происходящее с теми, кто наверху. Вот. Так что, действительно, могут дать тебе приказ, там, что-нибудь там, злое сделать. Но для этого тебе не придут, не скажут, что-то тебе прям позвонят тебе, прямо с Кремля, там, что приказ тебе отдавать. Это нужно быть, например, в структуре спецподразделений, там, какие-нибудь, там, специальных государственных служб, куда-то залезть наверх, там, высоко, там, где строгая секретность у документов, там, где не разглашаются государственные тайны, как бы. Ты выполняешь какую-то ответственную работу, которая, может быть, не сочетается с заповедями Божьими. Ну, ты уже залез туда, там уже, ну, решай. Раз залез, так там и решай. А такой простой вот человек, ты и я, там, какой-нибудь студент, там, какой-нибудь, не знаю, фрилансер, какой-нибудь, там, не знаю, там, разносчик пиццы, как бы. Кто ему будет давать приказы убивать младенцев? Зачем тут гиперболизировать все это так ужасно? Здесь речь только о денежке, как бы. Надо платить или не надо? За парковку нужно платить? Нужно. Ну, и плати. А за свет нужно платить? Нужно. Вот, плати. А за это нужно платить? Нужно. Короче, тебе деньги забирают, кесарь. Надо платить? Надо. Смиряйся, и все. Вот об этом и говорит Ну, в армии вообще это опасное понятие преступный приказ, потому что в армии нет преступных приказов, в армии есть приказ. А там уже отвечать за неправильный приказ должен, кто-то его отдал. Поэтому мы и говорим, например, что мы же не знаем имени ни одного солдата, который убивали вифлеемских младенцев. Им дали приказ, значит, вот регион, в котором, возможно, находится маленький Христос, значит, вот заходите и режьте там всех подряд, там, кто сиську сосет. И ниже. До самого младения. То есть от трех лет и ниже. Или там от двух лет и ниже. И мы не знаем ни одного солдата, который это делал по имени. То есть его не заклеймила история как злодея, как негодяя. А Ирода заклеймила. То есть Ирод, виновник этого всего, то есть он дал приказ. Приказ там, скажем, преступный. Но солдат, ну что солдат? Солдат? Это такое дело. Так что не залазьте туда, куда вас, значит, вас, пока никто не тянет вас туда, в эту глубину. Жизнь наша простая, и от нас никто ничего преступного не требует, слава Богу. Если потребует, тогда надо будет решать. Скажи, подпишите вот эту кляузу, для того, чтобы мы осудили вот этого человека, там, или выгнали его с работы. Вот перед вами дилемма, как бы, или мы выгоним вас с работы, или поменяем вас местами. Вот будет дилемма. Там, или еще что-нибудь такое. То есть такие нравственные выборы у человека возникают. Вот. Но не часто, кстати, должен вам сказать. В данном случае будем спокойно думать о том, что конкретно этот вопрос был посвящен налоговой системе. Надо платить кесарем. А Богу отдать все остальное. Да. Неоднократно слышала от своих знакомых, что когда они не молятся постоянно, редко ходят в храм, в жизни их все нормально. Как только начинают это дело, чаще возникает множество проблем. И у меня так было после поездки к Матроне Московской. Очень долго все в жизни шло кувырком, хотя и просила, и молилась только о хорошем. Как вы думаете, в чем причина такого? Алла пишет, да. Ну, я думаю, что вы и сами понимаете это. Это же ведь от противного, да, как бы понимается. Ну, живешь себе, ничего. Это, если хотите, мощнейшее доказательство реальности духовного мира и действенности всех движений наших в духовном мире. У вас, по крайней мере, не должно оставаться сомнений, что там вот я там что-то читаю, там говорю, там какие-то молитвы позношу, непонятно, кому я их произношу, там слышит ли меня кто-то или нет. Вот, пожалуйста. Прочитал, понимаешь, и началось со всех быков, на тебя посыпало со всех сторон. Ну, что вам здесь сказать? Дело, на самом деле, довольно легко объяснимое. лукавый, лукавый, да хранит Господь всех верующих от него, имеет реальную власть, которая заключается в нашей суете, маловерии и множестве грехов, нераскаянных и не омытых покаянием, слезами, милостыми. Благодаря этой грязи нашей, суетности и грязи, и глупости. Лукавый оплетает нас какими-то такими сложными сетями, как Антоний Великий видел в видении. Так что и шагу не ступишь, чтобы не потянуть за какую-то ниточку этих предательских сетей. И он на каком-то этапе, значит, он и так-то гордый. А здесь он еще гордится без меры, тем, что он почти всем миром и командует, как кукловод. Кукол, помните, там, пел там один наш? Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, там, и что-то там такое. А в процессе представления создаётся впечатление, что куклы могут сами говорить, в общем-то, про кукол разных. Кукол там снимут с палки длинной, посыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках. То есть, лукавый кукловод, он кукловодит как бы миром там этими всякими, особенно теми, кто деньги любит, власть любит, там вообще, там его грязная среда. То есть, он там, большая шахманная доска. У него возникает мысль на каком-то этапе, что вообще весь мир его слушается. Весь мир. И вдруг, как он в этом мире, который, казалось бы, уже, в общем, весь оплетён его сетями и управляем ими, этими сетями, его рукой. Как он наглец говорил Христу. Вот, все богатства мира, поклонись, все дам, все дам, только поклонись мне. Но люди же кланяются. Это Христос не кланялся, а люди-то кланяются. И вот, представьте себе, какой-то человек, уже находящийся, как бы, вот, в порабощении у лукавого, ну, в руках у него. вдруг начинает дергаться, трепыхаться, молиться, отче наш читать, евангелие святое читать, вдруг там, вот скоро будет великий пост, он говорит, начну-ка я поститься, поститься буду. Вот, или там, пойду-ка я на исповедь, или ну-ка там, что еще там, ну-ка дай-ка я квартиру освещу, или там, пойду, возьму святой водички, там, буду по утрам натощак пить с молитвой, ну, и так далее. И он, как бы, думает, ничего себе, чего ты, ты рыпаешься, ты мой, ты мой. Он, как бы, ну, этот диалог не слышен в воздухе, но он происходит, как бы, он говорит, я тебе сейчас дам, тоже мне тут захотел поисповедоваться, как бы, пошел он, понимаешь, причащаться, я тебе сейчас причащусь. И начинает, как бы, сыпать на человека, там, справа, слева на него, там, на работе, в семье, там, какие-то там сложности всякие насыпает, напоминает ему прежние грехи, там, дергает его за все возможные там всякие внутренние зависимости, ну, и воюет с ним, не дает ему вырваться. Потом человек говорит, ой, слушай, с этим Богом так все тяжело, ладно, не буду ничего делать, как бы, сел, успокоил. Говорит, ладно, все, успокоил, все, сиди, сиди на месте, Вася, и не дергайся. Начнешь дергаться, я тебе сделаю проблему. Это же элементарно вообще. Как вам, это еще объяснять? Что еще нужно объяснять? Значит, надо вырваться из этих сетей, надо выйти в состояние свободы детей Божиих. А вот эти вот, там, чуть-чуть помолюсь, как бы, потом не буду молиться полгода, потом опять чуть-чуть помолюсь. Ну, ладно, схожу разочек в церковь, в церковь, там, постою, там, полчасечка, вот, а потом, ну, там, как-то так, вот так вот, шаг вперед, два назад, там, три прыжка на месте, как бы. В таком режиме, как бы, нет никакого смысла вообще в этом всем. Надо, на самом деле, покаянием порвать эти сети или цепи, если хотите. Бог дает силу, как Самсону, врывать на себе, значит, путы человеку, кающемуся, эти зависимости всякие, там, греховные, там, и так далее, и так далее. Самые разные. Там, от банального вранья, или, например, матерной брани, там, или, там, какой-то порнозависимости, там, или, какого-то рукоблудства, там, или, какого-то еще, какой-то там, какой-то мелких и крупных гадостей всяких таких, от жадности, от склочничества, от, там, гордыни какой-то своей бытовой, там, ну, рвать это все, да, и выходить на свободу детей Божьих, и тогда уже вести войну, потому что нас не зовут, как бы, на курорт, возьмите коктейльчик, как бы, ляжьте на шезлончик, как бы, поставьте пузо солнышого, как бы, и балдейте, как бы, вы к Богу пришли. Нет, идите воюйте, я пришел к Богу, здесь будут записываться, вот здесь, на тебе меч, на тебе шлем, на тебе щит, давай, одевайся, пошли вы, говорит, я вообще не нанимался воевать, я думал, что вам надо прийти к Богу, сейчас будет счастье, здоровье, там, все там вкусное и красивое, сейчас будет говорить, нет, ты ошибся, ты к Богу пришел, к Богу, значит, шлем спасения, пожалуйста, тебе, вот тебе броня веры, щит веры, меч, слово Божие, ноги обули тебе, готовность к благовествованию, короче, одели, тебе экипировали, как спецназовца, как бы, тебе дерись, со всем, со всяким злом, духовным, вот, поэтому, что тут удивляться, если человек весь находится в суете и в грехе, порабощен, тысячами невидимых нитей, не нужно иметь большие грехи, помните, когда Гулливера выбросила на берег страны Лилипутии, эти Лилипутики, значит, его связали миллионами маленьких веревочек, за волосы, там, за пальцы, там, они там, они же маленькие были Лилипутики, по сравнению с ним, но веревочек этих, они оплели миллионы, прям-то, заплели его всего там, за одежду, все, и он, когда хотел подняться, как бы, он не мог, потому что они реально его стреножили, маленькими, Лилипутиками своими ниточками, как бы, вот так и люди, как бы, они связаны по рукам и ногам, грехом, нераскаянностью, а потом он захочет там, немножко там попищать в сторону неба, там, Господи, Господи, услышим я, Господи, такое, он раздражает дьявола, таким образом, молчает, что ты тут вякаешь, ты и так мой, заткнись, начнешь там, вылазить, как бы, я тебе дам, и надо иметь смелость, чтобы вылезти, как бы, и порвать на себе все это, и пойти по-настоящему к Богу, а не так, на всякий случай там, ну, пойду, помолюсь, хуже не будет, вот, будет, либо ты, вот, либо ты, никуда, тут нету вариантов, ты с Христом, да, все, поехали, приготовься, приготовьтесь, застегните ремни, как бы, значит, сейчас начнут нас трясти, заходим в зону турбулентности, потому что мы с Христом все, поехали, а как иначе вы хотите? Вот вам простое и суровое объяснение происходящее. Как убедительно и лаконично объяснить человеку необходимость причащения? Да. Необходимость причащения объясните человеку так. Возьмите шестую главу Евангелия от Иоанна и читайте, например, стиха с шестую главу Евангелия от Иоанна. И читайте, ну, примерно, стиха с 27-го или с 30-го. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Отцы наши ели манну в пустыне, говорят ему евреи Иисусу, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Это причастие. Вот, внимание, вот это надо прочесть человеку. Или пусть сам прочтет. Хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Ему сказали, подавай нам такой хлеб. Он сказал им, я есмь хлеб жизни. Ну, собственно, с 35 стиха. Иоанна 6, 35 и дальше. Я есмь хлеб жизни, говорит Господь. Приходящий ко мне не будет алкать, то есть голодным не будет, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Дальше. Я есмь хлеб, шедший с небес. Они говорят, не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как он говорит, что он сошел с небес? Иисус, значит, не объясняет им ничего, но продолжает. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей жив будет вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Опять иудеи стали спорить, как он нам может дать плоть свою есть. Он опять ничего не объясняет. Говорит, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная пища, кровь моя истинное питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Одним словом, шестая глава Евангелия от Иоанна. Надо прочитать ему одному или вам с ним вместе. Если поймет, слава Богу, не поймет, значит, будем ждать, когда поймет. Ну и сопутствующую другую литературу читайте. Своими словами ничего не объясняйте, у вас не получится. Берите Святое Евангелие и читайте вместе с ним. Просто нет жизни в человеке. Это для очищения, питания, укрепления, вразумления, вооставления грехов. В конце концов, ешьте от хлеба всего, значит, это плоть моя за вас ломима, вооставление грехов. Так, ну тут еще такой довольно длинный вопрос. Ольга, Айдогду, видимо, это турецкая фамилия по мужу, да, где-то там. Живу в исламской стране, замужем. Я, может быть, неправильно прочел, но тут латиница, и поэтому извините. Значит, муж не ахти какой мусульманин. У нас есть ребенок, я хочу воспитывать с Божьей помощью его христианином. Муж не против, но хочет, чтобы я не давила, сильно не пугала ребенка. Но вообще христианство не пугает никого, зачем пугать? Если христианство пугает, то и ислам тоже пугает, потому что там же есть джинны, демоны, грех, ад, рай, там, это все есть, но это же не надо сразу все рассказывать ребенку. Стараюсь считать каждодневные молитвы за ребенка и за семью. У меня возникает страх чувства ревности, чтобы его не настраивали к религиозным навыкам здесь, родные мужа. Храмовых служб здесь очень мало. Да, как мне строить жизнь с мужем, который вырос в другой среде религии, как воспитывать ребенка, чтобы привести их к вере. Но я подозреваю, что вы живете таки в Турции. Хотя, если я ошибаюсь, простите меня. И там какое-то присутствие христианства есть, но, конечно, это исламская страна, хотя более-менее светская, не такая, скажем, как Саудовская Аравия. Поэтому что здесь вам сказать? Ну, вы уже вошли в эту жизнь, поэтому вам нужно иметь два знания. Вам надо хорошо знать христианскую веру, то есть читайте Слово Божие постоянно, упражняйтесь в евангельском чтении и в молитве домашней, как и да можете. И вам нужно хорошо теперь знать еще и ислам. Надо знать исламские обычаи и праздники, потому что в той части, в которой они не противоречат Евангелию, они вообще безгрешные. Там, если вам скажут, что Бог мир сотворил, если дедушка и бабушка скажут вашему ребенку, сынок, Бог мир сотворил, ну, что тут спорить? Правильно, аминь, Бог мир сотворил. Или там скажут, надо уважать старших. Ну, правильно, хорошо. Так Бог сказал. То есть там не все плохо, там очень много хорошего, поэтому вам надо будет знать и то, и то. Ну, и раз уж вы там живете, то надо ума у Господа выпрашивать. Как вам все вести? Мужу нужно слушаться, любить, быть ему верной женой. А все остальное выпрашивайте у Господа в молитве. То есть я вам больше ничем не посоветую. Молитва – это ваш компас земной, а удача – награда за смелость. И молитва довольно одной, чтобы только о Доме Небесном в нем пелось. То есть выучите наизусть там и Отче нашу, и Богородицу. Если есть возможность в храм прийти, ходите. Там есть такая возможность. Не везде, но есть. Так что будьте терпеливы, спокойны и умны. Умная, работящая, внимательная, неболтливая женщина. Любите родителей своего мужа, уважайте их. Оказывайте им достойное почтение. Любите супруга своего. И живите с крестным знаменем в тайне от всех. Потому что на людях этого делать не всегда удобно, не всегда хорошо. С молитвой, за ребенка и так далее. То есть здесь нужно быть очень умным человеком, чтобы все правильно сделать. Дай Бог вам ума. Можно ли крестить квартиру? Наверное, освещать, что значит крестить. Крестить можно только человека. Крестить – это значит погрузить. То есть квартиру погружать никуда мы не можем. И машину нельзя крестить. Надо только осветить машину. Поэтому можно ли, я так понимаю ваш вопрос, можно ли осветить квартиру? Заберем слово крестить. Мы уж против считать, что не по-христиански. Нет, жилище освещается. Почему нет? Это как раз по-христиански. Освещению поддается все, с чем соприкасается человек. Для этого не нужно обязательно священника звать. Возьмите в храме воды крещенской, иорданской. Найдите в молитвословии для мирян молитву на освещение всякой вещи или еще куда-то. Или если это касается жилища вашего, то почитайте Псалом 90-й, живые в помощи Вышнего. А потом Псалом 100-й, милость и суд воспою тебе Господи. Запомните, Псалом 90-й, Псалом 100-й. Вот это прямо из Библии или из Псалтирии отдельно взят. И в том этой водичке, крапильце какой-то себе купите или сделайте. Во имя Отца и Сына и Своего Духа пройдите по всему дому. А потом еще можете прочесть из Евангелия, 93-е зачало Евангелия от Луки. Христос в Ерехоне, в доме Закхея. Сейчас вам даже главу попытаюсь подсказать. Что это значит? Псалом 90-й, Псалом 100-й. Глава 19-я. 10 стихов Евангелия от Луки. Глава 19-я. И святая вода крещенская. С молитвой тропарь Кресту, спаси Господь, люди Твои. А можно пройтись по дому и покрапить его водичкой. Вам для этого не всегда нужно даже и священника звать. В крещенские праздники это может каждый делать дома. Это все хорошо, здесь ничего плохого. Два вопроса. Почему до-после причастия всегда искушение? Или это индивидуально и не у всех так? И второе, да, готовиться страшно. Второе, как можно готовить к причастию восьмилетнего ребенка, чтобы не отбить охоту посещать храм с долгими службами? Ну, искушения до и после бывают у людей, которые причащаются редко. Вот когда человек причащает, скажем, раз в три месяца, раз в полгода, то он тогда отслеживает, замечает, да, что вот начинает готовиться, он там за три дня до этого, там, это все как-то превращается в такое целое такое грандиозное большое событие такое духовное. И на стадии подготовки там возникают сложности, и потом причаститься, и после причастия возникают сложности. Вообще-то, конечно, это хлеб насущный, и причащаться нужно чаще. Если вы будете причащаться раз в месяц, раз в три недели, эти искушения будут отходить от вас, отсыхать, как бы, как некая короста, отваливаться, да. Больше всего это свойственно тем, кто как-то очень долго готовится, прям, да, и потом как-то вот это все у него так долго, так длинно. Это должно быть несколько по-другому, мне кажется, с благоговением, со страхом Божиим, с любовью к Иисусу Христу, но чаще, и без лишних сложностей, без дополнительных лишних сложностей. Но об этом надо подробнее, что ли, поговорить, не знаю. Вот, ну, в целом, лукавый, конечно, это враг любого добра. И он уже немножко отстает от тех, кто уже утвердился на пути добродетели. Он немножко отстает до времени. А те, которые, так, значит, вот, редко выползают из своего окопа, на тех он нападает. Так как ребенка не отбить охоту, то надо найти литературу какую-нибудь такую о храме и о службе, детскую, именно детскую. Такие есть хорошие книжечки, чтобы почитать с ним. Какую-то одну-две молитвы с ним читать, не больше. И в храме, если вы с ребенком идете в храм, то там стоять в храме можно 15-20 минут, там, полчаса, не более. То есть, да, здесь есть опасность не замучить, нужно понять его силы, чтобы ему было интересно, хорошо и на душу ложилось ему. То есть, здесь главное не перемолиться, то есть, не перетрудиться. Это как бы надо педагогический такт какой-то иметь. Дай Бог вам помощи. В чем опасность интимной близости до брака, если люди определились, любят друг друга и хранят верность? Почему церковь считает это грехом? Ну, уже времени совсем мало. Я вам скажу так. Если конец делу венец, и если в конце все осветится браком, и по плодам мы увидим, что это настоящее чувство, проверенное временем, и люди не просто потешили друг друга и разбежались, а создали семью, мы перекрестимся, скажем, слава тебе, Господи, что ты слепил обоява едино. Мы просто имеем некий страх и неуверенность в том, что будет ли что-то хорошее из этого. Что когда люди до брака поменяют несколько партнеров, там как-то уже рыльца свои в пушку завозюкают, как бы так уже сладенького наедятся, как бы они становятся такими мелкими паскудниками, знаете? Мелкими паскудниками. А мелкие паскудники, они лишаются возможности быть счастливыми. И они не могут нести на себе благословенную тяжесть семьи. Поэтому у нас просто есть страх. Страх и недоверие некое такое, опасность такая. Мы же хотим вам добра. Но если у вас там как-то что-то получилось, там, Господи, прости, для этого есть исповедь. Потом, если вы поженились, и у вас все хорошо, мы будем только рады, скажу. Значит, в этом случае Бог покрыл благодатью своей, там, взыграние страстей молодого человека и девушки. Вот как-то так. Ну, на большее у меня просто не хватает времени. Сейчас можно было бы чуть задержаться, но некогда. Но больше не было чернила, и кларандаш сломался. Мы выбрали наше время до капельки, дорогие братья и сестры. Христос дохранит вас. Дерзайте, стойте в вере. Аминь. Аминь.